Хорошо, конечно, ездить в командировки. Лучше, когда в западные страны и на ПМЖ. Но командировка служащего – это простое выполнение функциональных обязанностей. Командировка журналиста, или еще хуже автора, – это раскрутка клубка проблем, домыслов и слухов, и поиск реальной правдивой информации. Если стороне заинтересованы в простом засвете, типа вот мы какие, и мы смогли отправить типа телевизоров, чтобы показать какие мы типа крутые, и что мы типа можем, то автостоповские поездки имеют другую цель. Нам необходимо максимально правдиво показать, да, вы можете так работать, но с какими трудностями и с косяками при этом вы столкнетесь, какие большие шишки вы набьете, и не проще ли, а главное дешевле, работать с проверенными магнитогорскими фирмами. И поездка в Питер, организованная фирмой МакТранс, имела прежде всего такие цели. Но честно, надоело слушать от людей недалеких, да и мы имеем чудо интернет, да и мы знаем цены. И мы знаем цены на полуторамиллионный Фред в Красноярске, проработавший по федералке. Да просто вживую посмотреть на тачки, не кожаные по России, и сравнить их с магнитогорскими. Вот наша задача. И пусть никто не поймет, что это для нас не манна небесная, и за неделю-две отсутствия мы смогли бы поплотнее залатать семейное одеяло или провести реальный отдых в местах реального отдыха. Но делать это необходимо. Так же, как и выключать на время мобильный телефон. Итак, литературная эссе, на протяжении которого вы могли наслаждаться видом питерской столицы, заканчиваем. Тем более, что роднее и ближе все-таки магнитка. Давайте по существу вопроса, виденного даже с высоты птичьего полета, перед аэропортом Пулково. Да, по сути в России две автомобильные столицы. Это восточная и западная. Да, все американские грузовики и средне-тоннажные в том числе везут через Финляндию на стоянки. В принципе, не отличающиеся от владивостокских. Да, с таможенных терминалов машины проходят припродажную подготовку. И стоят чистенькие и ухоженные. И даже под капотом. Потому как пробежать под полмиллиона и не иметь малейшей течи масла, просто нереально. Но здесь есть спецремзоны, и я видел и Фредов после лобового столкновения. И что? И что может случиться с капотным равным грузовиком с высокой кабиной? С экипажем ничего. И вроде все хорошо и просто. Ну для чего же здесь сформирован центральный офис МакТранс? А теперь поподробнее. Коренные жители северной столицы по сути своей оперативностью действий не обладают. И как жители многомиллионного города, по правильной сути своей, предпочитают жить, а не путешествовать. Четыре часа каждый день до стоянки в Пулково или окрестностях и обратно. Поэтому рассчитывайте на двух-трехдневное пребывание с матюками, так как вот она машинка, а где-то там офис. И в итоге, помаявшись, а российское разглядяйство никто не отменял, вы с наличностью можете понравившийся вам автомобиль и не увидеть. Иной, более шустрый, как дамка вас съел, другое дело МакТранс и офис недалечий, и бронь на лучшие автомобили, потому как клиентов своих они не подводят. И в большинстве случаев на тачках бронированных мы видели шильдик МакТранс. Кстати, вы уже, наверное, поняли, что вам таким красивым и с ноутбуком денег скидку более красивым и опытным магнитогорским специалистам не предложат. Теперь уже кобздец отечественной молотонажной и спецтехники. И здесь она в большом количестве представленная. А зная, что америкосы руками работать не любят, о ее предназначениях можно только догадываться. Мы не стали грузить вас широкими рядами припаркованной техники. Это и утомляет, и отупляет. Давайте насладимся видами Питера. Потому как обратная дорога – это реальный тест-драйв для реальных машин от МакТранс. И скажем, а кто еще для вас проверит на все 100 авто, пробежавшее полмиллиона майлзов по тамошним дорогам, и на что оно способно по нашим? И в дело берутся только лучшие МакТрансовские водители. А на нашу долю пришлось чудное испытание за снежным перевалом Башкирии, закрытым для всех, только не для оборудованных блокирующимся дифференциалом Фредом. Поспать, конечно, не удалось, так же, как и поснимать по-старо-бзаковски по покрытию дороги. Но мы были единственными, утершими и носы, и кабины европейцам и китайцам. И вернувшись в родные пенаты, скажем, путешествие стало для нас трудным до неожиданности. Но цель – убедить себя в правильности сотрудничества с МакТрансом – мы выполнили. А зная, что для большинства автолюбителей мы что-то значим, выводы зрителей сделаны однозначно. Субтитры создавал DimaTorzok